Продолжаем тему истории христианства. История христианства. И о плетящих информациях хочу еще продолжить говорить сегодня. Наверное, в последнем сегодня уроке, в пятом уроке. Так вот, в общей мире, в Европе больше, потому что у нас, как правило, к сожалению, ничего еще тогда не созрело. А то, что созрело, оно очень быстро уничтожалось, к сожалению. Вот для успешной реформации вообще, наверное, нужны какие-то условия определенные. Это как вот, если перефразировать Ленина, его высказывание с Дмитрией о предреволюционной ситуации, можно так сказать, что предреформаторская ситуация тогда, когда складывается, когда верхи не могут по-старому уже управлять, а они все не желают жить по-старому. Обычно такая ситуация в обществе в любом, она может вылиться либо в реформацию, либо в революцию, либо в кровопролитие, либо на счет каких-то переменок положительные, либо отрицательные. Но обычно в этот момент что-то происходит такое очень важное. Слава Богу, что в Европе, когда вот такая ситуация уже назрела, все вылилось в реформацию. Слава Богу. Конечно, да, была кровь, да, была война, потому что религиозно-мафиозно-коррумбированная структура католитизма не хотела пускать. Даже маленький самый народ, не говоря уже про какие-то целые территории огромные, там Германия, Дания, Скандинавия, Англия. Поэтому была большая война. На самом деле огромные армии католические вторгались на север в разные страны, просто истребляя на своем пути все фактически. Как в Голландии было, допустим, когда испанские солдаты просто истребили там великое пробуждение. Ну, или в Германии, допустим. Но все равно протестанты, это уже после Лютера, ну, те, кто были пацифистами, их фактически всех истребили фактически. Именно ниты там, анапаптисты. Их просто истребляли. Но большинство протестантов брали в руки оружие, защищая свою жизнь, значит, и отстаивая право верить, как они это понимают. Поэтому без боя не сдавались. И, больше того, даже побеждали католические армии, во много раз превосходящие их, им более вооруженные. В частности, испанская армия была самая передовая в то время, как бы, значит, по оснащению, по всему, по, значит, как бы, боеспособности своей. И герцог Альба, который, значит, священный союз, возглавил борьбы с протестантизмом, он, по сути, получил неограниченные полномочия вообще по всей Европе фактически. То есть, были такие очень страшные времена. Но, слава богу, что тогда протестанты выстояли, выстояли. Далеко не все были пацифистами, и многие из них, как цвингли, допустим, цвингли. А что значит быть пацифисты? Пацифисты против войны, против насилия, не брали в руки оружие. Анапаптисты, допустим, менониты, они были пацифистами. Да и сейчас, допустим, я в штатах был, как раз в Пенсильвании, допустим, был, в других некоторых штатах, в штате Нью-Йорк. Там проживают эти вот менониты, амиши. Это старые протестанты, которые, ну, чудесным образом они вообще спаслись. Их, по сути, всех остремляли в Европе. Они отказываются служить в армии в любой, принципиально. И они, даже для этого, у них мода такая, своеобразная, они усы сгревают полностью, пока отбородка остается. Вот как у вашего нового директора. Значит, это типичная такая бородка ранних протестантов, вот именно этих менонитов и амиши. Потому что они до сих пор такую традицию соблюдают, потому что для англичан усы это гордость, и это военная гордость. То есть, чтобы показать, что мы не служим в армии, и мы против военного дела, мы скрываем усы. У нас был директор, бывший военный. Да? Вот, того, что, значит, амиши или менонит. Не, вообще, очень хорошие люди, менониты и амиши. Я был у них в гостях. Вот, значит, в Пенсильвании там больше пол штата, это менониты и, значит, амиши. Вот, есть даже такой фильм, интересно, да, вот, Амиш Грейс. Вот, да, и очень интересный сюжет там можно снимать. Значит, они не пользуются там никакими, там, удобрениями, там, у них нет электричества даже, там, машин. Они все на личках катаются. Вот, как бы, живут натуральным хозяйством, там, по 15-20 детей у них, там, вот, значит, как бы, ну, я понял, что там у них нет электричества. Вот, как бы, все при лучинах, живут все при свечках, значит, там, и, как бы, значит, но все работают, там, большие поля такие, вообще, там, пашут. В общем, там, это надо просто видеть было. С утра пораньше, еще там, раннее утро, еще там темновато, уже дома никого. Все уже на поле, все, там, вкалывают, вообще, будь здоров. Вот такой дитё, значит, там уже таскает, кряхтит, там, таскает, что там. Ну, вы загадите. Все в делах, вообще, все в заботах. Себя, как-то, знаете, трудным чувствуешь сразу, когда лежать в постели, там, после 6 утра. Вроде уже трутий какой-то, значит, и допоздна вкалывают, вообще. Допоздна просто работают, группы работают, и такие огромные, там, у них, эти, фермы. И, значит, фактически по всему штату можно проехаться, вот, и этих, много этих обладений, минонит и амиши. Особенно амиши. Минониты более такие прокинутые. Они, там, на машину будут ездить, значит, там, и, как бы, больше контактируют, как бы, вот. А те, как тут, женщины, как монашки, такие длинные, таких, этих, всех, этих, этих, этих. А поселениями живут? И фермами отдельными, такими, как бы, да, и поселениями, там. Очень интересные люди такие, никакой, там, косметики тебе, все натуральное, все, там, как бы, там, и, значит, и, вот, сырные мастерские, их, не, вот, на тебе, как завод, производство сыра. Потрясающе вообще. Я столько сыра жить не хранил, столько сортов, там, десятки, десятки, вообще, это просто. А на Бродвее, значит, в Нью-Йорке, в городе, ну, это, что, Нью-Йорк, это же, просто огромнейший город, перекресток вселенной, огромный магазин Амиш. Сырный. Да, там, и сыры, все, что хочешь, натамишь, и продается, но там цены такие, что, ой, понимаешь, что, как бы, это только для большого кошелька, такие цены. А там у них, вот, за копейки все можно купить, прямо у них на ферме, если заезжаешь, там, это все копейки стоит, а в Нью-Йорке тоже, там, просто так не подойдешь, там, там, любой сыр, там, чуть на вес золота бывает, там, что такие сыры. Особенно натуральные. Натуральные, которые в многолетнем удержке, там, там, есть такие уникальные сыры, а я их ем, просто так, вот, они там, они очень дешевые, у них покупатель. И еще больше того, там у них большинство продаж без даже покупателей, без продавцов, извиняюсь, то есть подъезжаешь, и там, значит, вот, лежат все это, вот, там, завешиваешь, там, написано цена, оставляешь кэш, у них нет, там, ни карточек, ничего, банковских токов, наличных, наличка идет. Вот, значит, оставляешь, значит, там, если сдача, там, берешь, как-то начинываешь себе, сам, значит, и едешь дальше, то есть у них вот все, а им некогда, они все работают, как бы продавать. Ваша брынза лучше всего. Ну, кстати, у них брынза, брынза у них тоже есть, тоже, ну, не жаль, называется, как-то, брынза тоже. Не, армянский пух, где-то, очень вкусно, да, армянский пух, я был недавно паралеку, слава Богу. И, значит, и, ну, по порядочку, все-таки о протестантах, знаешь, я об этих хамешах уже, все-таки большинство протестантов, вот, после лютера, допустим, они там брали в руки оружие, расстаивая свою жизнь, значит, там, достоинство и вот право верить. Вот Свингли, один из реформаторов, да, один из лидеров реформации, он вообще погибся, болит, там, в руках, значит, там, поднимая, значит, ну, как бы, в штыковую, будем так говорить, значит, своих солдат, протестантов, значит, они отстаивали Швейцарии свободу вероисповедания, значит. А войска католических вторых швейцарий, когда, ну, в десятки раз превосходящие, конечно, там шансов никаких не было у них, ни Тюрьев, ни Женево стояли, в принципе, но чудом просто они выжили, просто чудом отстояли. Вот, значит, швейцарские потом эти вот подразделения стали просто притчей, тогда вылезли, значит, когда там буквально десятки этих швейцарцев, ну, тысячи прогоняли, значит, солдат, значит, оснащенных, вооруженных, все, то есть это было, стала как бы притчей, как бы, и вот, и, когда, значит, швейцарцев поднимал в атаку, значит, Улилих Цвингли, один из богословов, выдающихся тогда в Европе, вот он погиб тогда же. Весь в расстрельной арбалетами тоже, значит, и, в общем-то, интересная судьба была его такая, и Кальвин тоже, значит, в принципе, они отставили права именно вот военного такого способа отставить, именно независимость, но, опять-таки, в казистанских территориях, слава Богу, хотя изгоняли католиков порой, значит, но не было инквизиции, хотя какие-то последствия вот этой нетерпимости, они существовали еще. Допустим, в Женеве, когда сожгли этого Михаила Сервета, вот знаменитый эпизод такой, единственный эпизод инквизиции в протестантском мире, казнь Михаила Сервета, это антитриниталист был такой, значит, в Женеве, и, в общем-то, Кальвин мог бы заступиться за него, но, и его бы не казнили, но он не сделал этого, значит, как бы, и приговор судей был довольно-таки суровый, его сожгли заживо за это, за его уже учение. Вот, а в целом, как раз протестантские, как раз вот эти вот реформаторские, такие уже и мутеранские территории, эти вот страны, они как раз именно отличались от католических, именно вот терпимостью и веротерпимостью. Само слово протестантизм, оно возникло тогда же как раз, как протест, протест, когда, значит, Папа Римский обязал всех германцев быть католиками, оставаться в католической церкви, то северогерманские, вот эти вот князья, там, представители городов северной Германии, они на Вейхстаге, ну, как бы, как Госдума у нас, допустим, они выразили протест, подписали письмо, такой протест, значит, против насильственной, как бы, вот этой тирании Папы, против, и, значит, за право каждого решать именно вопрос о совести лично, а не под нажимом там... А, мне? Да, можно? Я извиняюсь, можно сейчас... Пока будет псалмы... Алле, да? Вся слава тебе, аллели... у меня Привет вам всем от пастора. Так вот, друзья, по поводу предреформации все-таки. Я хочу еще назвать, успеть сегодня несколько человек, несколько биографий, вкратце и историю рассказать о предтече реформации. Это очень, очень и о реформаторах. Наверное, самым выдающимся предтечей реформации в Европе, реформацией 16-го столетия, был Джон Уиклиф. Джон Уиклиф. О нем вы можете прочесть, я не буду много рассказывать, биография его очень известная, о нем много написано в учебниках, в книгах Джон Уиклиф или Уиклиф. Это англичанин, католический, понятное дело, священник, тогда не было других священников, потому что была католическая Европа. Но он не просто был католическим священником, он, по сути, сделал такой эволюцию, путь такой в своей жизни. Это, значит, 14-е столетие в Англии, он от традиционализма к евангелизму, от ритуализма, как бы, да, к евангельскому христианству, от ритуального христианства к евангельскому христианству, постепенно, не сразу. Он преподавал в Линкольн, Шири, жил, значит, там и, где же еще, Оксфорд, Лондон, он в разных городах, его знали хорошо, и не просто хорошо, а уважали. Он был специалистом, он хорошо знал языки, в частности, вот, еврейский, греческий язык, то есть, языки, библейские языки, в прочем, библейские языки. И он, ему привлежит именно вот эта честь перевода Библии на английский язык. Вот, знаменитая классическая Библия короля Якова, во многом, это его заслуга, во многом. Значит, хотя он сам переводил большей частью Новый Завет и Частично Ветхий Завет, его друзья помогали ему, и, в конце концов, в Англии появилась своя Библия. Англия – это островное государство, и, как бы, этот пролив, небольшой пролив, казалось бы, он спасал Англию очень часто, и в этот раз он тоже спас Англию. Казалось бы, ерунда какая-то, пролив какой-то, да, но, и Англия в стороне, но не только пролив, как бы, защищал ее Англию, такое ощущение, что самопроведение защищало Англию тогда. Значит, в Англии среди богатых людей, многих известных людей, даже при Королевском дворце, было много желающих, вот именно, ну, дикатящихся, вот, католическим вот этим контролем. Ну, представьте, когда, ну, бедному человеку особо терять нечего, как-то, конечно же, как говорится, кроме цепей, да, вот, а богатому-то много чего было терять. Представьте, сам, и все золото уходит в Рим, и ладно бы оно на пользу шло бы там, ладно бы там это все, на самом деле, на что-то там доброе тратилось бы. Так все на пьянке, на гулянке, на любовнице, на любовников, все, как бы, знаете, как в песок. Столько золота вывозилось, столько налогов, столько индульгенций продавалось, всего-всего-всего, денег вывозилось, и все не на пользу. И, знаете ли, если бы более-менее моральными хотя бы были бы вот эти люди, там, папы, там, кардиналы, ну, так все распутники такие, что в армии там за голову хватались вообще. То есть, то, что они могли себе позволить даже светские, обычные люди, там, богатые, да, олигархи, позволяли себе, значит, вот эти вот люди в рясах, там. И, конечно, в армии росло недовольство. И вот Джон Выклев, он издал некоторые книги свои. Несколько его таких мыслей запишем. Во-первых, крамольных мыслей, которые стали, как бы, ну, искриками, из которых потом возгорелась пламя информации. Голова Церкви Христос. Вот один из его тезисов, в его брошюрках, в его книгах, Голова Церкви Христос. Скажете, ну и что, ну, как бы, мы это знаем из Библии. Это, как бы, это, ну, всем известна аксиома. Голова Церкви Христос. Вот, но дело в том, что в Европе тогда за подобные высказывания была смерть и казнь. Баба Матери была, да? Нет, Папа Римский. Папа Римский был главой Церкви. Значит, и никак иначе. Если в Европе вы где-то сказали, что, слушайте, а глава Церкви вообще-то Христос, то вас это на костер облавили бы. Вот, но в Англии вот эти вот сочинения Виклифа, где он докажет, что глава Церкви это Христос, не религиозная система, не Папа, не кто-то еще другой, а именно сам Иисус Христос, это, знаете ли, это просто разрушало, во-первых, веру в тысячах и тысячах англичан, значит, именно веру в непогрешимость Папы, в его, как бы, абсолютной власти. Тем более, они видели аморальность вот всего этой системы, что система так гнилая. И здесь еще другая мысль, что ведь Христос, то и глава Церкви, не вот эта система лживая, а продажная, а сам Христос. Интересно, это очень сильно поглипало. И еще, что, что второе его, как бы, изречение, которое тоже Англия очень считает, сильно так вот, просто истрезвило, что Церковь это совокупность всех верующих. Вот его знаменитое высказывание, что Церковь это не система, это не иерархия, это не с монастырями там и кардиналами и папами. Нет, Церковь это совокупность всех верующих. То, что потом протестанты, поздние, стали называть всеобщим священством, как бы. То есть, это все люди, мужчины, женщины, богатые, бедные, там, в рясах, без рясах, там, разные священники. Есть одно тело, да, одна Церковь. Будьте здоровы. И вот эти вот мысли основные, там еще другие. То есть, он из Писания брал какие-то идеи и доносил до простых англичан. И это очень сильно действовало. У себя, когда он служил в Лондоне, допустим, он делал как? Собирались люди. Он, как положено, был католическим освященнику. Он послушно читал на латинском языке Писание. Но тут же он что делал? Не переводил. Переводил своими словами. Потому что официально было запрещено. Зато могли на костер отправить его арестовать. Своими словами переводил. И его покрывали всегда. Его несколько раз хотели арестовать. Даже прислали бумагу. Выдайте нам Джона Акликлифа и отправьте его на суд. Формальные отписки Писания, дворяне, что не нашли. Пришли, такой не проживает. По месту прописки. А он же все равно поехал. Два раза ездил. Не, не, не. Слава Богу, у него хотел бы не поехать. Если бы он поехал, его бы одного раза хватило бы, его бы сожгли бы там. Там особо не церемония есть время. Он не ездил никуда. И слава Богу. Знаете, что... Кстати, довольно интересна судьба Джона Аклифа. Он умер своей смертью. Знаете, это как бы для претечи, это очень нетипичная смерть. Обычно претечи заканчивают жизнь так, ну, мужчинически, так, в истории. А он один из самых великих претечи реформации, и он умер своей смертью. Англикане от этого и пошли, да? Ну, впоследствии, да. Его учеников вообще-то звали Лолларды, или Уиклифисты. Они по всей Англии потом эти переводы в Библии распространяли. Лолларды, Виклифисты, или Уиклифисты. Значит, и он умер своей смертью, но его казнили, но уже после смерти. Когда приехали из Рима, значит, папские эти представители с вынесенным уже там приговором, как бы, что нужно сжечь его, им объясняют, послушайте, господа, уже умер, вот могила, вот все, уже точно покойник. Ничего не знаем, папа приказал, значит, сделать этот процесс. Ладно, вам надо кайкопати. Значит, выка полетела, останки достали, значит, привлогли все это, значит, там, в зал суда. Значит, я по судиму прямо умолчал. Я думаю, надо снять такой фильм, такой, с элементами ужасов, значит, в зале тела, уже с элементами, ну, разложения, так, с признаками разложения. Было в зале суда, значит, наверное, впервые судили, труп, судили, труп. Вот, от последнего слова судимый тоже отказался, как бы, ага, значит, виновен, молчание, суда к согласия. Короче, его приговорили к смерти. Он уже мертвее мертвого, его еще к смерти. Через сожжение. Ну, сожгли, спалили. Пепел по приказу папы, там, бросили в греку, значит, его... Ну, а то, что, самое интересное, что, на самом деле, вот, хотя вы его тело спалили, значит, но тело, вот эта реформация, оно продолжилось. Его учениками дальше, дальше, дальше. Кстати, тогда в Англии были студенты из Чехии. Вот, гусь, да. И эти студенты очень сильно повлияли потом на Гуса, на Яна Гуса, чешского реформатора. Это младший современник Джона Биклифа, значит, и, в общем-то, как бы, реформатор, преемник, по сути. Даже, кстати, Ян Гус, когда его осудили на казнь, его сожгли живьем, сожгли, его сожгли в 1415 году, то есть, начало 15-го столетия его сожгли. Так вот, когда его приговорили к смерти, он, интересно, такую фразу сказал, как бы запомнилось, и людям записали ее, что вот тогда же осуждали еще и как раз учение Виклифа, его признали виновным, как бы, в том числе и в учениях Виклифа. И, значит, Ян Гус сказал примерно такую фразу, что при жизни нам не получилось встретиться, как бы, увидеться, но хочется, чтобы, ну, в Царстве Божьем мы увиделись, как бы, встретились именно с ним, как бы, именно с ним. И сам Гус признавал, что именно на него очень сильно повлияли, вот, как бы, именно сочинения Виклифа. Студенты с Чехии, учившиеся в Англии, они приезжали к себе в Чехию, кстати, королева Чешская тогдашняя была, по сути, с Англии, значит, и влияние вот этого вот Виклифа, оно было в Чехии. А Ян Гус, он сам был обычным, начальник, тоже католическим священником, он, значит, писал о себе, что, в принципе, он стал священником, ну, не хотел работать физически, хотел, ну, как вы раньше говорили в Союзе, да, совестном, если не хочешь работать, значит, то идти в милицию, значит, да, значит, в принципе. Вот, значит, и вот он не хотел работать, и был выход у него идти, значит, батюшки. Он видел, что эти люди особо не парятся, тяжелее, как лучше не поднимешь, как бы, деньги есть, значит, подсчет есть, шапки перед тобой ломают, как бы, и у него мечта была, он еще пас гусей, пацанов, уже мечта была, батюшка, говорит, надо же, не работаешь себе, значит, там, особо не паришься, значит, и, как бы, в почете, постоянно сыто, пьяно, значит, все время деньги есть, значит, как бы, он хотел такой жизни, не хотел быть, как его предки, значит, там, вкалывать с утра до вечера и еле, еле, кажется, с концами сводить, значит, там, как бы, и он был толковым парнем, смекалистым, значит, прошел, там, тест какой-то, значит, там, в школу закончил хорошо, значит, его, там, приняли, семинарию закончил, семинаристами, они, там, бутели, значит, там, гуляли, значит, там, дурака болели, и благочестивый вид, значит, то есть, все, как бы, у них, он вырос в такой среде, которая, ну, как бы, обычная такая, традиционная такая система, религиозная, и двойные стандарты, двойная жизнь такая, и для него это было нормально, как бы, то есть, он пришел зарабатывать деньги, значит, и, как бы, не работать, и, вот, мечта его исполнилась, его, он не просто хорошо закончил семинарию, значит, а, как бы, выбился в люди вообще, его не отправили куда-то, там, даже в деревню на приход, как он думал вначале, его оставили в Праге вообще даже, значит, и, как бы, он имел уже, там, уже влияние какое-то определенное, то есть, он пробился в люди, жизнь удалась, как говорится, значит, а что потом, и в этот момент, как раз, у него была встреча с Христом, через Писание, изучая Библию, Слово Божье, мало-помалу, читая книги Библифа, общаясь со студентами, чешскими ребятами, которые учились там, в Англии, вот, многие вот эти вещи, они в нем породили сомнения в этой системе, ну, он и так видел, в принципе, книги-то, религиозные, внутри, приспособленчество, там, казнократство, все, что процветало, и, знаете ли, все это повлияло на него, что он от традиционализма тоже к евангельскому такому пониманию пришел, от такого оккультного католицизма уже к евангельскому католицизму пришел, ну, и нажился-ка, конечно, врагов кучу, хотя его проповеди, вот, собирали массу людей, он то же самое делал, что в Иклиф, только в Чехии, проводил служение, читал на латинском языке, а потом, значит, именно на чешском языке... Вот бы в нашу храму сейчас занять. Да, вообще, и, кстати, он проповедовал в капелле Рождества, а не часовне Рождества, я думал, часовне, ну, как бы, может, там, человек 50-100, я был в этом году в Чехии, был бы в этой капелле, значит, реконструирована, там, стены остались, там, блок, много сделали уже, то есть, как бы, нашли это место, значит, там, это здание, чудесным образом его не снесли, католики, там, и война не снесла его, это здание, сбили все эти штукатурки всякие, там, нашли росписи времен, как раз, вот те, вот, как раз, представьте себе, вообще, удивительная находка была, одну стену пришел полностью восстанавливать, потому что ее пробили, там, сделали, как склады к реке, значит, портовые, значит, и в центре Чехии, в Праге, это часовня восстановлена, это капелла Рождества, до 3000 сейчас там посадочных мест, в то время, оказывается, до 5000 человек могло находиться там одновременно, значит, вот тебе вот часовня, ничего себе, думаю, вот, это огромное здание такое, знаете ли, с большими стенами, толстяными, такими, и плюс еще там же, такие, как бы, переходики, внутри, как бы, стены, лесенки и комнатки, там можно и проживать даже было в то время, возможно, да, значит, возможно, но где-то даже проживал, даже возможно, вот, нас там проводили, экскурсии, показали все это, так интересно вообще, кстати, и недорого можно арендовать-то все, там мало церквей, как бы, в Праге, начали, мы там поговорили, так вообще, пожалуйста, арендуйте, проводите служение, вот это, да, давайте сделаем, говорю, значит, и просто такая мысль есть такая, провести, вот, как раз, в 15-м году, как раз, ну, конференцию, посвященную Яну Гусу, и прямо вот там бы провести, как раз, было вообще классно вообще, значит, но, конечно, не на память Яны Гуса, потому что, значит, там, в Праге торжества, это вообще общечешские выходные, как бы и гуляния и прочее, вот именно, значит, в какие-то другие дни провести, но в 15-м году вообще было бы здорово. Значит, 31 октября у них? Нет, 31 октября это день реформации вообще, 17-го года. У них, да, Яны Гуса, это Гуса в день, это в Чехии, это выходные, всеобщие выходные, кругом пиво и сосиски, как бы и вообще. Да, вот, слушай, а что-то и Гус есть, пиво такое. Я думаю, а что ж за Гус? Ну да, Гусы разные бывают, да. Главное, чтобы не козел был, а чтобы Гус был. Значит, а то там, Г-г-г-г-г. Вообще, мне очень нравится Чехия, в общем, такая красивая страна, и люди такие, ну, как бы, не знаю, располагающие. Больше, чем немцы, больше похожи на нас, как бы так вот. Интересно очень люди. И, что интересно, Ян Бус, он проповедовал, ну, по сути, уже евангельское уже такое христианство, и вместе с товарищем, со своим иеронимом пражским, они были, значит, арестованы уже в Констанции. В Констанции это, вот если карта Германии, представляете себе? Самый юг Германии. Там такой маленький аппетельс такой, на самый юг. Вот туда парят, поставьте, это город Констанции. Это самая южная часть нынешней Германии. И вот тогда в Констанции был собор. Так, у нас мало времени, просто я вкратце скажу. Тогда было даже, ну, был бардак, короче, не знаю, кто римский папа вообще. Избрали одного римского папу, другие избрали другого римского папу и без гривого. Получилось, значит, два этих папы, значит, короче, они там пересторились. Собрали собор, собор избрал третьего папу, но этих первых два отказались слагать себя полномочия. Получилось три папы вообще. Бардак. И, как бы, не знали, кто же из них римский папа настоящий, как бы. Все, каждый из них имел титулы, имел придворных и требовал себе подчинения. Приходили в одни те же города разные распоряжения от разных пап. На местах даже простые сельские батюшки не знали, кто же у них у нас папа вообще-то. У нас три папа целых. В конце концов, был собор, и всех трех пап сняли вообще. Поставили другого вообще. Ну, как бы, там время было бережа власти. И поэтому, из-за того, что такой бардак был в руководстве, друзья, из-за этого спора было не до Гуса, было не даже до Миклифа особенно, было не до вот этих реформаторских. Благодаря тому, что они спорили за портфель, дровись там все наверху, грызлись вообще, очень серьезно при том. Вплоть до того, что там друг друга. И даже убивали, были моменты. Травили там и прочее. Так вот, и благодаря... Я Виклифов допустил все это, потому что если бы там был бы один папа, и был бы порядок наверху, то и Гусы, и Виклифа спалили бы, и никто бы их не спас. Ни королева чешская, ни английская королева, никто бы их не спас. Потому что была очень жесткая власть, знаете, такой, как бы, сталинизм такой в религии. Но из-за того, что был бардак, они грызлись, годами грызлись. Просто все на самотек пошло. И благодаря этому на местах в провинциях ослабла власть она. И была возможность реформаторам немного, как бы, ну, вздохнуть и перевод сделать в Англии. Кстати, Джон Виклиф, он Библию издал на английском языке, ну, начальник Новый Завет. Большим тиражом по тем временам. Там с десяток тысяч экземпляров он первый был, потом еще больше. Откуда у него деньги у него вообще? У него ничего не было, кроме, значит, большого, ну, как бы, большого желания. А откуда деньги? Представляете, нахать не было. Значит, богатые люди, многие в Англии, не узнав, что есть такой проект, значит, издать Библию на английском языке, зная, что за это поколовки не погладят, могут на костер отправиться, но на зло по-оперимскому вложили деньги в этот проект. Представляете, значит, то есть Бог использовал недовольство этих богатых людей. Их, они даже не все поддерживали реформацию. Некоторым было глубоко наплевать вообще на реформацию, на Англию. Просто, как бы, на зло по-оперимскому, чтобы у нас в Англии была своя библия. Ну, пусть папа там, или папы уже эти, пусть они, папы эти, грызутся и видят, что Англия, мы сами с усами вообще. Одним словом, Бог использует вот такие настроения, знаете ли, людей, чтобы сделать свои интересы, свои планы в жизнь привести. И вот, ну, Яны Гуса, мы знаем, спалили, да, и потом его друга сожгли тоже, Яронима. Но Чехия поднялась, вот тогда, когда сожгли Яны Гуса, Чехия поднялась против тирании папы римского. Уже, даже когда избрали одному папу, все равно Чехия заявила, нет, мы не подчиняемся папе убийце. Потому что казнь Яна Гуса, кстати, она была самая такая, ну, историки говорят, по крайней мере, самая зрелищная вообще в Европе. То есть сжигали и до него, там и тысячи людей разных сжигали, но никогда так зрелищно, красиво так не делали. То есть это было шоу, большое шоу. Кстати, вот в Констанции, раньше, то место, где спалили Гуса, это было за городом, далеко за городом, за стенами городскими, значит, там даже за речкой, по-моему. А теперь это центр города фактически. Вот главная площадь, отъезжаешь в чью сторону, вот тебе место Яны Гуса, вот там и памятник. То есть это место написано на разных языках, и на немецком, и в первую очередь, конечно, что на этом месте сожгли Яна Гуса, ну, великого там, чешского там, как бы, реформатора, туда-сюда. Вот интересно, и там как раз родилась одна церковь, не так давно, немецкая церковь, реформаторская церковь настоящая там. Там есть в Германии такой есть апостол Питер Вэнс, значит, это, его мало кто знает вообще за пределами Германии, но в Германии это именно апостол. Там это десятки церквей, именно таких живых церквей. В Германии, если такие песятники, которые живые, и вообще евангельские церкви, которые живые, которые глупых не венчают, и которые, значит, имеют такое евангельское ярко выраженное богословие, чаще всего эти церкви, как раз, они в союзе Питер Вэнс, значит, вот в Швеции в Упселе, там Аркрустов, там Ульф Экман, они признают Питер Вэнс именно как апостола Европы, даже, ну, как бы, для спасения Европы, поднявшегося сегодня лидера. Очень интересный человек, я его видел живьем просто, потрясающий, человек простой, как две копейки, вообще, значит, но, с другой стороны, очень великая, ну, такая, сила Божья, реальная сила Божья, без шоу, просто в реальной жизни. И у него там, как раз, приход есть, ну, церковь одна, как раз в Кронстанце, с Кронстанца приезжал. Представляете, значит, в мертвой церкви, и Бог поднял ногу церковь, знаете, из кого? Из бандитов, байкеров, каких-то там, значит, каких-то там, бары, каких-то, вообще, очень непонятные люди. И пастор такой, немцы обычно неспокойные пасторя, значит, а это такой крикливый, вообще, там, харизмат отдыхает, вообще. Значит, волосы ежиком, на таком харлее подъехал, значит, там, значит, припарковался, весь в кожей в металле, значит, кричит, там, и фюрер отдыхает, вообще. Значит, на немецком, знаете, как звучало, вообще-то, старая фигура, знаешь, какие-то, вот, ну, там, ну, зажигают, братья, конечно. Вот, значит, и они, как раз, собираются вот возле того места, значит, где, как раз, сожгли Яна Куса. Очень символично, как раз, пробуждение Германии, как раз, с того места, где, значит, сожгли этого реформатора. И Чехия поднялась против тирании Папы, но Папа объявил, значит, даже крестовый поход. Представьте, маленький народ, маленькая страна бросила вызов всей объединенной безбожной Европе под властью Папы Римского, всей этой религиозной системе антихристианской, католической. И это было невероятно. Маленький народ, но бросил большой вызов такой. И Папа Римский, конечно, объявил внутренний крестовый поход. Были крестовые походы на восток, о них больше и меньше мы знаем. Но, вот, мама, обычно наши люди знают о походах внутри, как бы, на западе походы, допустим, Альбегойские, воины знаменитые. Вот, о них мало что знаем. Хотя, у нас в учебниках обычно пишут о космосе, которых здесь вот разбили, значит, да, неподалеку на Чулском озере, там, допустим. Вот, как бы, более-менее мы знаем. В Польше, там, крестоносцы, там, допустим, да, по роману Генриха Сенкевича, крестоносцы, допустим, некоторые знают. Тоже потрясающее описание, красивое. Очень-очень-очень интересное описание такие. Сенкевич, он молодец, что жду, а вот зрелища он мог сделать на бумаге, по крайней мере. И, вот, значит, и что интересно, и Папа Римский объявил поход крестовый против Чехии. Было бы явно, что кто убьет хотя бы одного чеха, получит прощение всех своих грехов. И все имущество чехов отдавалось полное на разграбеж. Бери, сколько хочешь, только десятину отдай, а Папа Римскому, а все остальное забирай, как хочешь. И все. Столько авантюристов поднялось. Там столько крестоносцев со своими армиями, значит, что на всех даже по Чеху не хватило. То есть больше, чем все население Чехии вместе взятое. Такая армия. То есть выжить в Чехии невозможно вообще, однозначно. Многокилометровые обозы, повозки пустые, зачем грабить? Многокилометровые. Это было понятно, но как уж, что идут не просто, значит, на пикник, на тебе, как туристы. Да, кстати, есть такое, интересно, такое, я думаю, блюдо такое в Чехии, фирменное, рекомендую. Настоящее чешское блюдо. Колено ягненка. Потрясающе. Говорят, именно тогда родилась традиция в Чехии делать колено ягненка. Но это я расскажу. Эпизод потрясающий. Вот они очень вкусно готовят в Чехии. Если национальное блюдо, настоящее, в деревне проесть, чешское, это классно. И вот эти крестоносцы шли как раз именно на Чехию. И там была армия объединенная. Там и немцы, и итальянцы, и французы, и испанцы, кого только не было. Со своими армиями, со своими обозами грабить шли. И вот на границе с Чехией, там есть город, но и штаб город такой германский. И дальше спуск горы и долина. Огромнейшая долина. И вот там как раз остановились, это была территория такая, между Германией и Чехией. Это армия. Буквально как в Библии. Огромнейшая армия вдали не остановилась. И что произошло? Они стали, эти генералы, лидеры крестоносцев, стали делить шкуру с небитого медведя. Они стали делить, чья будет Прага, чьи будут вместе, чьи будут замки. Они же знали, какие замки, где расположены. И стали делить. И знаете ли, что произошло? Они стали спорить между собой. Дорог без дороги. Да, а потом, никто не хотел уступать. Потом взялись за мечи. Их оруженосцы схватились. Их армии стали биться. Бились день, сутки, день и ночь. Бились вторые сутки. К третьим суткам не осталось фактически армии. Они истребили друг друга. Оставшиеся в живых бежали с позором. Кто-то крикнул там, это была ложная информация совершенно, что, мол, армия чешская приближается. И все паники бросились на утек. Бросая раненых, бросая амуницию, вооружение, повозки. И ускакали, оставшиеся в живых бежали. Хотя никакой чешской армии не было в помине вообще. Во-первых, в Кучихии не было армии. На наемников не было денег, чтобы наняться. А были гарнизоны отдельно при замках, которые собрали вместе. Но это не была армия. Ну, будем так, где-то год наплакал. Знаете ли, как говорится, это сгульки нос. Там реально воевать некому было. Да, собрали ополчение. Но это были все, по сути, смертники. Потому что противостоять Объединенной Европе, такой армии многодесичной, ну, шансов ноль вообще, чтобы выжить даже. Не говоря уже отстоять Чехию. Но королева чешская перед тем объявила постом Олимпу. Очень радикальный пост. Конечно, это был один из самых таких в истории известных постов. Когда три дня подряд даже животных она приказала не кормить. Даже животных не кормить. Потом сделали праздник. Потом уже, когда узнали, что была победа. Оказывается, победа такая была, что ни один чех не погиб вообще. Когда чешская армия, вот эта вот собранная с разных гарнизонов, значит, и, значит, ополчения, они подошли когда-то к предполагаемому месту сражения, они видели полное поле мертвых рыцарей. Полное поле. Несколько дней только лишь разгребали все это. Множество повозок. Сотни, тысячи этих разных повозок лежало. Стояло там. На эти повозки грузили амуницию, вооружение. То есть Европа вооружила всю Чехию. Знаете, еще осталось даже еще. Вот так вот. Значит, и там было, ну, всем ясно, что это на самом деле, ну, это рука Божья. Хотя Папа Римский не сдался. Папа Римский заявил, что Чехия занимается колдовством. Что они навели порчу на католическую армию, хотя они молились Богу, молились Господу и были в посте. Даже животных не кормили. Королева Чешская тогда в простом платье, значит, на площади городской сидела, значит, тоже молилась вместе со всеми людьми. То есть, как бы это, ну, общий был пост для всех богатых, бедных, даже животных не кормили, говорю. Значит, специально, чтобы всем было бы заклятие. И вот потом был праздник, и вот говорят как раз в Чехии, что как раз придумали такое блюдо, такое, вот это вот, эти вот, колено называется, ягненка. Потрясающее блюдо вообще, надо попробовать. Хочу в Чехию, что-то. Это время обеда просто. Ну, значит, ну, знаете, что скажу еще под занавес? 20 лет маленькой Чехии противостояла всей Европе. 20 лет. Первая волна крестового похода закончилась абсолютным разгромом крестоносцев. С их же участием, как бы, без участия самих чехов. Сам Бог, я верю, как в Библии, несогласие произвел, потому что это же нужно настолько быть, как бы, помраченным, чтобы уже забыть, зачем они пришли. Лупить друг друга, значит, смертным боем, значит, и, как бы, что армия обескровили. Это же, ну, непостижимо. В нормальном состоянии такое не придет никогда в голову. Это реально помрачение ума. Я верю, что он был от Бога сто процентов. Потому что дальнейшие события, я это подтверждаю, Папа Римский объявил новую волну крестового похода. Но уже столько дорогов не нашел он уже. Уже крестоносцы шли очень неохотно. Значит, и армия была гораздо меньше. Раз в десять это однозначно меньше. Но все равно большая. Для Чехии это было, ну, больше, чем даже надо, конечно же. Это была большая армия. Но она была гораздо меньше, значит, чем должна была первая. Во-вторых, те, что шли на войну туда уже в Чехию, они уже боялись Чехию. Внутри они уже боялись сто процентов. Да, конечно, в Чехии вспоминают Яну Жишку, допустим, этот одноглазый полководец, да, Яну Жишка. Это был личным телохранителем королевы, который возглавил эту повстанческую армию. И легенды ходят до сих пор о Яне Жишке, песни национально поются. Когда там у него отряды в пятьдесят, в сто солдат прогоняли десятки тысяч крестоносцев. Это невероятно просто. Как в библейские времена, когда евреи были в послушании к Богу, Бог прогонял тысячи от них. И Ян Жишке говорил на его знаменитого высказывания, что чешский воин не победил, когда у него два оружия. В одной руке меч, в другой Библия. И это как бы у них псалмы, молитвы, посты. Перед сражением посты брали не все время. Вторая волна похода была вообще бескромной, по сути. Почти никто не погиб. И Чехия опять победила. Довольно интересно получилось. На берегу реки расположились в Старом крестоносце. Их было больше, гораздо больше, чем в Чешской армии. На другом берегу Чешской армии. Чешская армия победила чистость силы духа. Это было удивительно. Они просто пели псалмы, молились. И все. С утра до ночи, кто кричит, и ночью, и днем, кто кричит, пели, пели. Слово Божье читалось, пели снова. Вот и все. Да, правда, к ним стекались соседние христианские ополчения. Их больше и больше остановилось. Но все равно их было гораздо меньше, чем армия крестоносца. В конце концов, через пару или три дня, у крестоносцев сдали нервы. Они бежали. И напрасно представитель Папа Римского, легат папский, он убеждал генералов остановиться. Вы что, у нас все равно больше. У нас армия. Это не то, что крестьянники вооруженные. Это профессиональная армия. Это не шутка. Но они бежали с позором. Получилось так, что почти никто не погиб во время второго нашествия крестоносцев. Не стоя ни с другой стороны. Были отдельные столкновения, но не было таких больших сражений. Крестоносцы с позором бежали. Третья волна. Там уже были сражения. Да, уже полилась кровь рекой и стоя с другой стороны. Но все равно победа была на Чехии. Это невероятно тоже. 20 лет Чехия отбивалась от крестоносцев. От всей Европы. И выстояла. В конце концов, Папа Римский был вынужден заключать мир с Чехией. Представьте себе, то есть это на равных условиях. Да, частично даже пошел на уступки и дал Чехии особые привилегии. Значит, только останьтесь с нами. Но знаете, что интересно? Это было еще задолго, конечно, до Лютера. Когда Чехия победила, то и родители Мартина Лютера были еще со всеми детьми, будем так говорить, с куклами играющимися. Но это уже были первые ростки реформации. Ну а последним предельщей реформацией в Европе был, я уже называл его, Джаралама Савнароле. И два его товарища. Фра Доминико и Сильвестр в Маруфе. Вот эти вот три священника, три монаха, доминиканского ордена. Орден Святого Доминика. Доминиканский орден отвечал за инквизицию в Европе. Это все равно, что, допустим, в советское время пробуждение среди КГБ офицеров. Вот на таком уровне, представляете? Это как было в Одессе, когда Воронаев проповедовал 20 каком-то году, там, церковь только началась. И жена одного чекиста, одного из руководителей ЧК, значит, Одессы, покаялась. Стала приходить туда. И ее мужу донесли, что там видели твою жену в собрании у сегтантов. И, короче, он запрещал, она дайку все равно посещала собрание. Однажды он поехал прямо на машине с пистолетом. Я сейчас убью этого главного сегтанта, Воронаевского. И он приезжает как раз в момент служения, уже ближе к концу. Входит в собрание, прямо с револьвера. И здесь как раз Воронаев на кафедре, и он призывает к покаянию. И, представляете, один из первых, кто вышел. Этот чекист. Прямо с пистолетом. Он даже знал, что он, при каком-то уже с пистолетом, в кожанке вышел и каялся. Потом, через некоторые дни, он положил партнер и вышел из ЧК. Один из руководителей ЧК Одессы. Где это просто, ну, работая, ну, мясники. Это просто мясники. И покаять с такому человеком было, ну, вообще... Его потом убили. Свои же убили его. Он бросили с поезда, значит, там... Но он был евангелистом. Некоторые годы он проповедовал Евангелие. То есть, ну, это удивительные события такие. Значит, я скажу, что вот тогда вот, когда Людер еще только еще родился, он еще был очень младенцем, совсем... Уже во Флоренции, в Италии, под Богом у Папы Римского, среди доминиканских монахов, было пробуждение. И вся заслуга этих доминиканцев была в том, что вот с трех этих монахов, которых разнили, сожгли потом, значит, их тела, значит, было в том, что они, по сути, призывали к покаянию церковь. Это как вот... Даже историки католически признают, что это было как глаз в бьющем в пустыне. Это похоже было на Иоанна Крестителя. Значит, я могу с уверенностью говорить сегодня, что это были как вот Иоанна Крестителя, что ли, того времени, перед Людером, перед Камином, перед началом Реформации уже, ну, 16-го столетия. Слава Богу! Завтра я буду говорить о том, наверное, немного расскажу, о самой Реформации чуть-чуть, постараюсь не затягивать, и уже расскажу о современной истории. История 18-го, 12-го, значит, и 20-го века. Хотя бы в одном, где это будет сложно сделать, но тема очень большая, конечно. Хочется, чтобы мы прикоснулись вот к этой тайне истории христианства, и чтобы многое для нас было явным. И пусть Господь поможет нам, вот сегодняшним христианам, увидеть свое место в истории христианства, в истории церкви. И пусть каждый из нас пишет строки, прекрасные строки в историю его церкви. Слава Богу! Которые будут непротивно читать, но восхитительно читать, прекрасно читать. Слава Богу! И те, кто были неправы в истории христианства, те, кто многое и ошибались, и зло делали, Богом судья, не мы им судья, но мы должны научиться, например, людей, которые падали неправильными судьбами. А, например, положительных, мы учимся подражать вере этих людей. Слава Богу! И все, что происходит. Мне очень интересно, а что это за блюдо, наверное? Что-то... Это... Ну, можно даже бы там эти поискать, значит, это не передать. У нас печеная ягнятина, колено. Но так приготовлено, это надо просто попробовать. Невероятно. Я ягнятину разу и ел. Много где ехать уже. Но как в чеке готовят? Нигде так у меня ел. А где-то есть? А где-то есть, без первого взгляда. А где-то есть, без первого взгляда. А вообще, да, еще, давайте пару минут еще, друзья. Братья, сестры. 31 октября, он еще хорошо, правда, помнил. Спасибо, брат. Дело в том, что 31 октября это Хэллоуин, знаменитый, значит, сатанисты там всего мира, там, значит, там, начиная в Калифорнии, Лавеи, там и другие, официальная церковь сатаны, празднуют, как Рождество Люцифьеры, значит, там, день рождения бесов, значит, там, всех, наверное, считается, от падения, началось, как и был в этот момент, как раз, осенью. Вот, значит, и день всех бесов, всех духов в Европе, то, что начался 31 октября, значит, на первое, как раз, вот, именно, значит, ноября уже. И католическая церковь в Европе в средние века заменила Хэллоуин, заменила сатанистское Рождество и праздник всех бесов на праздник всех святых, день всех святых назвали, чтобы отвлечь людей, как бы, от празднования духом, этим бесом, значит, на всех святых. Но получилось, знаете ли, вот так вот, неуклюже. И почему лютер именно в праздник всех святых начал вот реформацию, да? Потому что как раз престольный праздник этого города Виттенберга был как раз всех святых, день всех святых. И раз в году именно в Виттенберг с разных уголков Германии паломники приходили. То есть это был самый такой массовый людный праздник. Поэтому лютер прибил то есть именно как раз 31 октября под 1 ноября, под праздник всех святых в католицизме. Под престольный праздник. Как раз распродажи индульгенций намечались, а в трестнице в основном он выступал против индульгенций. Правда, тогда лютер не думал выходить еще из католицизма. Вот, и поэтому 31 октября, если для кого-то это просто как бы Хэллоуин, то для нас это, для христиан, это день великой реформации. Я верю, что Господь испортил Иисус Христос в день рождения Рюциферу. Наверное, бесы там только в аду хотели петь уже, хэт и безды, и вдруг стук молотка в Виттенберге. Как говорил еще один из проповедников, Чарльз Перджин, второй проповедник, он говорил, по-моему, он сказал, что стук молотка этого монаха разбудил всю Европу. На самом деле, старушка Европа загнивала, но Господь приготовил ей такое духовное большое пробуждение. К сожалению, это пробуждение реформации, я завтра расскажу кое-что об этом, была затоптано в грязи, но Бог приготовил новую землю, к одним христианам дал Америку, и центр христианства перешел туда за океан. И не только христианство, вообще, как в мировой истории. Центр финансовый, центр духовный, центр политический, военный, самая мощная армия на планете, самое сильное государство, самые сильные деньги, самая сильная церковь, все там. 90% всех миссионеров и денег на Евангелие по всей планете уже больше 200 лет, это американский доллар и американские миссионеры. То есть, Бог приготовил удивительную историю для того полушария. Правда, у нас в Союзе, особенно в тогдашнем Советском, в основном строилось все на антиизраильской, на антиамериканской пропаганде, потому что, на самом деле, это считались главные геополитические противники безбожного Советского Союза. Советский Союз тоже, в принципе, во многом, как бы, копия Америки, во многом была. Потому что Новая Америка была основана, Северная Америка, США, под властью Бога, народ под властью Бога, идея такая была, с разных народов земли, собранных под властью Бога. Советский Союз был сделан, именно впервые, тоже с разных народов, но под властью без Бога, отрицая Бога совсем. То есть, как бы, такая подобие, была подобная система. Но, давайте, как бы, совершенно другой полюс. Но, та империя злорухнула, Господь просто, ну, разрушил систему, именно безбожное. Эта империя тоже трещит. Как? Эта империя тоже трещит, американская. Там у них западный, все это аморально, что-то идет. Сейчас трещит, да, сейчас, к сожалению, вот сейчас выборы будут, вот, на днях уже выборы будут. И сейчас решается судьба, что будет дальше, конечно. Если Обама, он снова продолжил свою политику, конечно, да, вот это антиамериканская политика, конкретно антихристианская, антиизраильская. По развалу Америки, постройка социализма сегодня в США, значит, это, конечно, развал Америки, потому что Америка всегда, все эти фундаменты имеют только христианские, и основано было христианами, и принципы христианства заложены. Строить в Америке социализм, коммунизм, безбожий, атеизм, это все, значит, развалить Америку. Обама это, в принципе, и делает, как бы, успешно очень, пока, к сожалению. Вот, значит, но сейчас вот все эти вот антихристианские, мы молимся, чтобы Господь сейчас просто не допустил этой просто мерзости дальше продолжиться, чтобы Обама-Багеддон был остановлен сейчас, но, конечно, говорим, да будет больно, говоря Господь. Значит, и знаете ли что, значит, если духовное пробуждение сейчас дальше будет набирать обороты в США, все-таки, значит, там пробуждение уже идет, уже довольно серьезное, вот, значит, крепкие церкви, христианство в Америке, оно имеет очень сильный устои, сильнейший устои, и если христианство в Америке судить, только лишь по телепередаче, значит, и вот к новостям, это одно христианство, но христианство, которое там, в США, это совершенно другое христианство, это очень сильное христианство, ну, у нас такого нету, и не было еще в России, еще не было, только лишь отдельные были очки пробуждения, как бы, отдельные лишь вспышки были, короткие, вот, значит, поэтому мы, ну, не поймем друг друга, просто-напросто, как бы на разных языках говорим, вот, значит, и, конечно, сейчас там решается, Судьба не только Америки, я убежден, что решает судьба и мира вообще. Потому что если дьяволу удастся развалить Америку христианскую, вообще свободную, она не христианская чаще всего, она сейчас именно свободная страна, но она устроена на принципах христианства. Если удастся дьяволу развалить Америку, конечно, ему удастся сделать и в мире беззаконие. Удерживающий будет взять, и думаю, уже, конечно, не за горами будет. Но Господь придет, я верю, что Господь придет и даст новую землю и новую небеса нам. Слава Иисусу, Бог благословит. Давайте тогда завтра продолжим подразумевать, без опознания. Молиться не будем? Молиться не будем? Давайте Бога поблагодарим тебя. Господь за все, Боже, благослови нас, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за все и благоставляем великое имя Твое Божие. Ты дал нам, Господь, особую честь жить в эти последние времена, Господь, и славить Тебя, Боже. Благослови нас, Боже, благослови нас, Господь, Боже, проставить Тебя на этой земле, Господь. И пусть как можно больше людей в эти последние дни, Господь, услышит Слово Твое, Евангелие Твое Святое, Господь, и примут Тебя, как Спасителя Господа Иисуса Христа. Аминь.